Мой доклад называется «Осознаваемость ментальных состояний у Бринтана против аргумента антисветимости Тимоти Уильямсона». Собственно говоря, я не то чтобы супербольшой специалист в философии Бринтана, и так сказать, как у нас было сформулировано название секции, я решила, что можно немножко рассказать о своих научных интересах, просто их так связать с австрийской философией. Ну и больше всего к тому, что связано с моими научными интересами в данный момент, это, собственно говоря, и есть этот самый аргумент антисветимости Тимоти Уильямсона, больше всего близок оказывается именно Бринтана с его вообще представлением о том, что такое ментальное состояние, как вообще можно ментальное так или иначе понимать, ну и так далее. Естественно, так как я больше склонна именно к англоязычной аналитической традиции, немецким владею очень на низком уровне, вот, то я, естественно, для подготовки к докладу и для подготовки к тому, чтобы представить каким-то образом позицию Бринтана, я опиралась все-таки на англоязычные тексты и на существующую в аналитической традиции традицию использования определенных понятий. Поэтому вполне возможно те, кто в Бринтане очень хорошо разбираются, будут иметь какие-то возражения против моих формулировок, но если что, я думаю, то мы как-то попробуем это урегулировать. На первом слайде я выделила вроде как в основном признаваемые всеми шесть основных характеристик ментальных состояний, ну или вот как я назвала, ментального объекта. По сути дела, это вопрос о том, какие критерии имеются у объекта ментального, в общем, как мы можем отличить объект ментальный от объекта нементального, то есть физического. Ну вот фактически с точки зрения Бринтана мы отличаем ментальный объект именно вот по следующим шести признаков. То есть, во-первых, ментальные состояния, ментальные объекты обнаружимы внутренним восприятием. Речь идет о чем-то похожем на интроспекцию, чуть дальше я скажу поточнее об этом. Во-вторых, ментальные состояния представляются целостными, то есть они представляют собой некоторое единство, некоторую совокупность. В-третьих, ментальные состояния интенциональны, то есть они направлены на какой-то объект вне себя. В-четвертых, ментальные состояния представляют собой репрезентации и репрезентации, то есть, ну, насколько, опять же, я понимаю из того, что я читала о Бринтана, что речь идет о том, что мы не непосредственно воспринимаем каким-то образом объект, а воспринимаем его опосредованно, то есть сначала агент имеет какую-то репрезентацию объекта как такового, то есть, например, в процессе восприятия, когда он видит его при помощи своих глаз, а затем уже, соответственно, формирует некоторую репрезентацию. И вот эта самая вторая репрезентация, то есть, как второпорядковая презентация, репрезентация, она, по сути дела, представляет собой как раз-таки вот то, что в аналитической традиции принято называть знанием о себе или знанием о своих ментальных состояниях. Пятая характеристика достаточно стандартная, то есть, еще и отсылающая, в общем-то, к Декарту, связанная с тем, что ментальные состояния не имеют пространственных характеристик. Ну, тут, думаю, тоже все достаточно понятно, в общем, потрогать ментальные состояния так или иначе нельзя. И последний, шестой критерий, что ментальные состояния имеют реальное, ну, или, как я читала, актуальное существование. Подробнее то, что мне нужно для, от Брентана для аргумента Уильямсона, состоит как раз-таки в первом критерии о внутреннем восприятии или так называемом, можно, в принципе, сблизить его с понятием интроспекции. То есть, во-первых, Брентана отмечает, что внутреннее восприятие, оно отличается от внутреннего наблюдения. Очень часто, говоря об интроспекции, подразумевают именно внутреннее наблюдение. То есть, считается, что у агента есть некоторое ментальное состояние, находится в каком-то акте, например, восприятие какого-то объекта, например, печеньки и так далее. И затем, для того, чтобы агент мог знать о том, что, мог сказать, что он знает о том, что он в данный момент воспринимает печеньку, ему необходимо иметь какое-то второе ментальное состояние, совершать какой-то второй ментальный акт по направлению к своему первому, для того, чтобы обнаружить у себя существование именно этого первого ментального акта или ментального состояния. Фактически, получается, что агент как бы обращается взглядом внутрь себя и наблюдает там свои ментальные состояния. Получается, что любое восприятие, любое ментальное состояние у нас оказывается сопровождаемое вторым ментальным состоянием. И получается, что у нас агент так все время существует в каких-то двух состояниях, в двух режимах, что режим непосредственного взаимодействия с реальностью, с объектами реальности и режим взаимодействия уже именно со своей внутренней, там, приватной реальностью, своим ментальным. Так вот, с точки зрения Брентана, такой подход, он затрудняет вообще представление о ментальном. И в данном случае интроспекцию, то есть способность агента знать о своих ментальных состояниях, следует понимать не как внутреннее наблюдение, а как внутреннее восприятие. В чем отличие? Если внутреннее наблюдение у нас не совпадает с основным ментальным состоянием, как вот я уже сказала, то внутреннее восприятие, оно как раз-таки с ним составляет, совпадает. Итак, фактически речь идет о том, что внутреннее восприятие, оно дублирует то самое ментальное состояние. Фактически получается, что у агента всегда одно ментальное состояние, оно направлено одновременно на объект, то есть, опять же, восприятие, я воспринимаю печеньку, и одновременно с этим я же воспринимаю себя, который воспринимает эту самую печеньку. То есть, фактически, то, что вот у меня под пунктом 3 указано, ментальное состояние направлено и на объект, на некоторый, и на самого себя то есть не происходит такого разделения на два режима существования, как происходит, когда мы понимаем интроспекцию как внутреннее наблюдение. Ну и в результате этого, если получается, что все ментальные состояния всегда направлены не только на объекты, но и на самих себя, получается, что все ментальные состояния для агента осознаваемы. То есть не может быть таких ментальных состояний, о которых агент не знает. А, собственно говоря, если какое-то ментальное состояние осознаваемое, то агент знает о нем и может, в принципе, выразить при желании, то есть сделать какое-то суждение о том, в каком ментальном состоянии он находится. Насколько я знаю, Брентана упоминает о том, что как вообще разграничить достаточно очевидную в повседневности ситуацию о том, что ментальные состояния, мы можем о каких-то ментальных состояниях не говорить и, грубо говоря, не осознавать их наличие у себя. Но, если я не ошибаюсь, то там в дело вступает уже вопрос о степенях интенсивности того, как ментальное состояние является нам... То есть чем выше степень интенсивности, тем, соответственно, выше осознаваемость этого ментального состояния агента, чем ниже эта степень интенсивности, тем, соответственно, она меньше, и можно сказать, что агент это ментальное состояние не осознает. Ну, если я не ошибаюсь, опять же, мне кажется, что это достаточно похоже на идею Лейбница. Вот, опять же, граница и восприятие границы ощущения, на которой агент в какой-то момент, ну, вот есть минимальный предел ощущения, порог ощущения, и вот, собственно говоря, от этого порога, от этого предела мы идем в две стороны. Если выше этого порога, то мы осознаем наши ощущения, если ниже, то, соответственно, не осознаем. Ну, в общем, основной вывод из позиции Бринтана, который меня интересует, это то, что как раз-таки все ментальные состояния агента осознаваемы. То есть у агента имеется, по крайней мере, в теории, по крайней мере, чисто теоретически, возможность иметь знания о всех своих ментальных состояниях. Никаких исключений нет. Что происходит дальше? Дальше происходит много чего интересного в аналитической философии, и уже в 20, получается, в первом веке, когда Уильямсон, ну, это конец 20-го, соответственно, начало 21-го, когда Уильямсон начинает публиковать свои статьи, и затем уже в начале 2000-х годов выпускает свою книжку «Знания и его пределы» или его границы, соответственно, там уже в полной мере сформулирован его так называемый аргумент антисветимости. Почему такое странное название? Вообще, о чем здесь речь? Речь идет о том, что под светимостью, то есть некоторым свойством светимости, Уильямсон понимает свойства ментальных состояний, в данном случае, конкретно, к моему примеру, в данном случае речь идет именно о ментальных состояниях, соответственно, аргумент применяем именно к ним. То есть светящимися ментальными состояниями являются такие ментальные состояния, о которых агент всегда в состоянии знать. То есть речь идет о том, как раз таки, что все эти ментальные состояния являются осознаваемыми для агента. Уильямсон говорит, что светящимися могут быть, мы можем считать не только ментальные состояния, есть еще и другие, но, опять же говорю, в рамках моего доклада, в рамках сферы моих интересов, меня интересуют именно ментальные состояния. Формально Уильямсон условия светимости задает, вот как раз где у меня под буковкой L написано, что для каждого случая альфа верно, что если в альфе имеет место некоторое условие C, то объект, ой, то субъект в состоянии знать о том, что C имеет место. Вот как раз вот это вот в состоянии знать, это как раз и есть фактически указание на знание. То есть агент знает, что некоторое C имеет место. И Уильямсон предлагает помыслить такую ситуацию, что наш агент просыпается рано утром, в комнате очень холодно, но затем комната постепенно согревается. Вначале, естественно, когда агент проснулся, он знает, что ему холодно. Но к полудню, пока комната согревается, и он согревается вместе с ней, агент понимает и знает о том, что к полудню ему уже, собственно говоря, жарко. Соответственно, под условием C в данном случае мы записываем, что агент чувствует, что ему холодно. Под условием K от C, что агент знает о том, что он чувствует, что ему холодно. Ну, фактически он знает о том, что ему холодно, знает свое ментальное состояние, что он находится в состоянии холода. И дальше у нас есть серия интервалов. То есть T0 – это у нас рассвет, когда агент проснулся, ему холодно. Т, N – это у нас полдень, когда агент согрелся, ему жарко. И, соответственно, серия интервалов именно в одну миллисекунду от рассвета до полудня. То есть временной промежуток очень-очень маленький. Фактически получается, что в А в альфа-нулевое – это положение делов, в T нулевое, то есть агент чувствует, что ему холодно. И в А в N – это положение делов, в T, N – когда агент чувствует, что ему жарко. Соответственно, о чем идет речь? Сам аргумент Уильямсона выглядит следующим образом. Ну, то есть он, конечно, не так его формулирует. Я тут больше опираюсь уже на формулировки, интерпретации этого аргумента, как они появляются в комментаторской литературе. То есть сначала, фактически, мы по условиям аргумента Уильямсона должны начать с того, что сначала агенту холодно, затем на рассвете агенту холодно, в полудню агенту жарко. Но получается, что если мы принимаем посылку LUM, это, собственно говоря, luminosity, то есть светимость, что если C имеет место в альфа первое, то агент знает о том, что это C действительно имеет место. То есть, фактически, если агенту холодно, то агент знает о том, что ему холодно. Дальше Уильямсон вводит следующую посылку, я тоже обозначаю ее по аналогии с англоязычными авторами, как MAR, от Margin of Error Principle, то есть принцип предела погрешности. То есть, если агент знает о том, что ему холодно в момент времени T1, ну, то есть в случае альфа 1, то, собственно говоря, агенту холодно и в момент времени и T плюс 1, ну, или то есть в случае альфа и T плюс 1. Фактически, дальше, опять же, применяя посылку LUM, мы снова приходим к тому, что и в альфа и T плюс 1 агент тоже знает, что, раз ему холодно, то он знает о том, что ему холодно и так далее, и так далее, и так далее. В итоге мы приходим к тому, что мы должны в момент, когда дойдем до случая альфа N, снова утверждать о том, что агент, что C имеет место, то есть, что агенту холодно, и агент знает об этом. Но по условиям задачки Уильямсона, по условиям аргумента Уильямсона, его описание иллюстрации, C как раз-таки места в альфа N не имеет, потому что альфа N это у нас полудень, полдень, C это у нас, собственно говоря, агент ощущает холод, и значит, агент уже как раз-таки не ощущает холод, а агент ощущает жару. Фактически получается, что аргумент приходит, рассуждение приходит к противоречию, и нужно от какой-то из этих посылок, в общем-то, отказаться. С точки зрения Уильямсона, от Мармы отказываться не должны. С этой посылкой хоть, может быть, она кому-то и покажется проблематичной, но с ней все в порядке. А вот отказываться нужно как раз-таки от посылки LUM, то есть от принципа признания светимости ментальных состояний. То есть, по сути дела, отказаться от того, чтобы считать, что агент всегда осознает свои ментальные состояния, когда он в них находится. Фактически это аргумент против позиции Брентана в явном виде. Что происходит дальше с этим аргументом? Как я уже сказала, посылка Марр действительно выглядит несколько затруднительной. И основные возражения как раз-таки аргументу антисветимости Уильямсона, они сводятся к тому, что от LUM отказываться не надо, потому что, по крайней мере, Уильямсон не смог доказать, что от нее необходимо отказаться. Потому что его посылка Марр, она оказывается очень даже подозрительной. То есть намного более сильно подозрительной, нежели, как описывает это в своей книжке Уильямсона. Вот я на слайде представила несколько различных возражений этому аргументу о том, что не так с этой несчастной посылкой Марр. Фактически она связана с признанием того, что для того, чтобы что-то знать агенту, иметь знание о каком-то там объекте или положении дел, ему необходимо принимать принцип безопасности, знание вот этого самого safety. Но для того, чтобы принимать этот принцип безопасности знания, нам еще необходимо с точки зрения Уильямсона принимать и релайабилистский тезис о том, что знание должно каким-то образом быть еще и надежным. Ну вот фактически различные авторы аргументируют, что так или иначе, но принцип безопасности знания в трактовке Уильямсона оказывается либо слишком сильным, то есть если соблюдается этот принцип, то только в его какой-то более умеренной версии, чтобы аргумент Уильямсона считался успешным, нужно принимать слишком сильную трактовку этого принципа, а это оказывается, в общем-то, уже противоречит нашим обыденным вообще представлениям о том, что значит что-либо знать и так далее. Наиболее интересным оказывается возражение, которое утверждает, что для обоснования вот этой самой посылки Марр необходимо еще также принимать тезис об отсутствии конститутивного отношения между ментальным состоянием и убеждением агента о нем. То есть речь идет о чем вообще значит вот это самое конститутивное отношение, что за позиция конститутивизма. Она так или иначе предполагает, что как только агент находится в ментальном состоянии, так только он знает об этом. И если агент знает о том, что он находится в ментальном состоянии, то он, соответственно, находится в этом самом ментальном состоянии. Фактически позиция достаточно известная, опять же, со времен Декарта, опять же, со времен вот всех таких менталистских концепций, ментальных состояний. Ну и, в общем-то, просто чуть более последние года стало называться конститутивизмом. То есть фактически нахождение в ментальном состоянии агента конституирует его знание о его нахождении в этом ментальном состоянии и обратно, то есть соблюдается эквиваленция. Фактически, вот как, получается, раз, два, три, четвертое возражение, как раз-таки у Беркера и Сталнейкера, оно опирается именно на вот эту вот необходимость принятия тезиса об отсутствии конститутивного отношения. Но для этих авторов и для многих других, опять же, наличие этого тезиса, принятие этого тезиса об отсутствии конститутивного отношения кажется абсолютно не обусловленным, потому что очень сложно с их точки зрения представить такую ситуацию, в которой агент, например, находится в состоянии боли, но не имеет убеждения, опять же, истинного убеждения о том, что он действительно находится в этом состоянии боли. То есть фактически речь идет о том, что даже если этот тезис об отсутствии конститутивного отношения можно принять по отношению к каким-то убеждениям, к каким-то пропозициональным установкам, то к феноменальным состояниям, опять же, всяческая боль, эмоции, ощущения, этот тезис принять очень сложно. И, соответственно, раз не ко всем ментальным состояниям этот тезис применяется, значит, марпосылка в аргументе Уильямсона, опять же, не обоснована, и, следовательно, доказать отсутствие свойства светимости у всех ментальных состояний без исключения у Уильямсону не удалось. Вот еще один из вариантов того, как можно, как бы, наоборот, обосновать наличие светимости у ментальных состояний. Это вот последнее возражение, да, как раз тут некий парц говорит о том, что мы действительно должны принять тезис об отсутствии конститутивного отношения между ментальным состоянием и убеждением агента, если мы хотим обосновать марпосылку. Но этот тезис оказывается несовместим с идеей прямых феноменальных понятий. Это идея Чалмерса, тоже уже более современная, которая говорит о том, что непосредственный опыт агента, то есть непосредственное переживание агента какого-то ментального состояния, нахождение в нем, влияет на приобретение агентом определенного понятия для выражения этого самого ментального состояния. Вот так или иначе все эти возражения аргументу антисветимости Уильямсона существуют, какие-то чуть более удачные, какие-то чуть менее удачные. Подробнее я на них останавливаться сегодня не буду. Я как раз хотела бы показать вариант, которым можно спасти аргумент Уильямсона. И этот вариант я обнаружила в статье Ами Шерни-Васан. Она, насколько мне известно, защищала кандидатскую диссертацию под руководством Уильямсона и еще одного философа, который там же работал. Вот, в общем, она говорит о том, что Марс спокойно можно вывести из принципа безопасности знания, только для этого необходимо ввести еще посылку некоторого эмпирического характера об ограниченности когнитивных способностей агента. То есть речь идет о том, что наша природа, как человеческих агентов такова, что мы действительно в крайне, в очень близких и похожих друг на друга случаях. А, собственно говоря, по аргументу Уильямсона мы действительно находимся в таком очень похожем случае, ведь всего лишь одна миллисекунда разделяет один случай альфа, там, первое от случая альфа второго. Фактически мы действительно не можем, опираясь на наши когнитивные способности, различить, чувствуем мы холод в альфа-1 или мы уже не чувствуем холод в альфа-2. Соответственно, действительно, так или иначе, возможно, построим мы какую-нибудь совершенную искусственную интеллектуальную систему, в которой когнитивные способности будут лучше, чем у нашей, возможно, этот аргумент действительно не сработает. Но относительно нас, относительно нас, человеческих агентов, этот аргумент работает и все в порядке. Всего лишь навсего нужно ввести вот такую посылку эмпирического характера. Ну и в заключение я бы хотела отметить, соответственно, в противовес тому, что защищает Уильямсон, просто как бы отрицая, провести отрицание того, что защищает Уильямсон и прийти к тому, что, в общем-то говоря, утверждает Брентана. Фактически для Брентана тогда получается, что когнитивные способности агента не ограничены. То есть если с точки зрения Уильямсона они ограничены, то у Брентана они, получается, не ограничены в плане именно познаний своих ментальных состояний. Получается, что у агента имеется все знания относительно своих ментальных состояний и вообще относительно своего ментального в целом, то есть как некоторые совокупности ментальных состояний. Ментальные состояния агента для Брентана оказываются конститутивным образом связаны со знанием агента о них. Ну и знание я вот здесь закавычиваю, потому что получается, что в таком случае не совсем верно говорить о знании агента относительно своих ментальных состояний, потому что знание все-таки требует в классическом его понимании, и опять же в понимании Уильямсона, требует совершения некоторого когнитивного усилия для того, чтобы это знание достичь. То есть фактически у нас должно быть убеждение ложное, мы должны что-то сделать, чтобы это убеждение стало истинным. А тут, если мы не важно, что мы делаем, мы просто находимся в ментальном состоянии, и это уже автоматически гарантирует нам, что наше убеждение об этом ментальном состоянии будет истинным. Фактически это не совсем уже знание, и таким образом нам, соответственно, нужно либо концепцию знания пересмотреть, либо пересмотреть уже свою собственную концепцию относительно ментальных состояний. На этом я думаю, что можно закончить. Если есть какие-то вопросы относительно содержания, то я готова на них ответить. Да, да. Оля, спасибо за интересный доклад. У меня возник вопрос по поводу аналогии с парадоксом Куччи. Аргумент светимости некоторыми авторами рассматривается по аналогии с парадоксом Куччи. Но парадокс Куччи, он ведь, так скажем, работает в ограниченной области. Если мы перейдем, например, в философию математики, то математики как-то вроде бы не слишком страдают от парадокса Куччи. Как-то все там разрешается и интерпретируется. Может быть, что-то аналогичное, возможно, аналогичное философии математики, стратегию какую-то аналогичную философии математики имеет смысл и философии сознания поискать. Я, правда, этот вопрос не изучал, как именно математики справляются с парадоксом Куччи. Но можно, наверное, поинтересоваться. Спасибо, Дмитрий Владимирович. Уточнение насчет математики, то есть математического подхода к решению парадокса. Я тоже, если честно, не в курсе, как они этот парадокс разрешают. Я могу только сослаться, опять же, на Уильямсона, который сам это возражение рассматривает, даже уже в своей работе, то есть не дожидаясь выхода этого возражения в публикациях его комментаторов. Он говорит о том, что так или иначе любой парадокс Куччи, он сводится к проблеме с неопределенностью понятия, то есть в отличие с проблемой ограничения понимания понятия. С точки зрения Уильямсона, его органы не зависят от этой проблемы, и раз он от этой проблемы зависит, он не связан, то, соответственно, это возражение, соответственно, того, что вот эта посылка Мар является фактически парадоксальной, ему не ценим. Ну, опять же, не скажу, что, на мой взгляд, аргументация самого Уильямсона абсолютно идеальная, и к ней действительно нет возражений никаких, потому что все-таки многие действительно отмечают, что сложности у него есть с этой посылкой. Но, в принципе, опять же, говорю, на мой взгляд, вот эта позиция, которую я представила в конце, о том, что нам можно, в принципе, ввести посылку эмпирического характера об ограниченности наших когнитивных способностей, она так или иначе вот эта вот возможность обойти парадокс Куччи, как мне кажется, все-таки решает. Но насчет математиков идея интересная, да, можно будет у кого-нибудь уточнить, спросить, как именно с этим математики разбираются.